Рад приветствовать тебя путник сегодняшняя история называется аварийный телефон автор истории механик приятного прослушивания 15 июня 1984 года ким вернулся всего через две минуты с негромким стуком поставил на столик дымящуюся чашку пачку печенья и сел в свободное кресло вот выпей переведи дух а потом давай с самого начала и по порядку гостью явно не терпелось рассказать о своем открытии он беспокойно ерзал оглядывал гостиную и раскраснелся даже сильнее обычного но под внимательным почти по отечески серьезным взглядом друга понемногу успокаивался сам он осторожно тронул чашку пухлой ладонью убедился что то не слишком горячая поднес ее к носу и шумно втянул воздух просто чай а иначе ты вообще двух слов не свяжешь хмыкнул хозяин квартиры валерий крепко обхватил чашку обеими руками вцепился словно утопающий в соломинку подтянул поближе хотя пить пока не спешил и зажмурился ким почти зримо видел как в его голове ворочаются шестеренки пытаясь составить из вихрящихся мыслей связанный рассказ нет самого начала вряд ли смогу лучше середины ответом ему стали короткий кивок и выжидательный взгляд короче дело такое ты знаешь все эти телефоны аварийной службы и прочего ну там 0 1 0 2 0 3 0 4 даже 0 9 есть конечно знаю в некоторых городах еще есть 0 5 для справки адресов и остальные сочетания но вообще по всей стране используются только эти пять все верно а вот и нет понимаешь на каждый двузначный номер есть своя специальная служба которая работает во всех городах ты это сказал еще с порога а потом сбился не спеши гость отпил из чашки глубоко вдохнул и затраторил чуть медленнее ну вот я всех поочередно обзвонил и там такое ты не представляешь хотя это все логично если понять общую закономерность то есть что у нас в самых основных номерах там пожарные специально против отдельного вида проблем потом милиция которая занимается всем криминалом сразу за ней опять сразу вся медицина и снова специальная служба газа а дальше еще справка которая тоже сразу про все на свете но это даже близко не похоже на остальные 4 он поперхнулся воздухом еще раз пил из чашки пытаясь унять кашель валик мне тоже интересно во всем разобраться поэтому не торопись пожалуйста иначе сложно уследить за мыслью и давай уже к сути так пытаюсь ладно по 05 там где это не адреса знаешь что а там служба по борьбе с планфактами государственная и все как надо никогда таком не слышал конечно никогда потому что планфакт это событие которое уже произошло но в будущем они прошлом и притягивает историю к себе ким задумчиво снял очки тщательно протер нацепил обратно на длинный нос и лишь тогда ответил не уверен что правильно понял смотри сюда жестом фокусника выхватив из кармана рубашки обрывок бумаги и карандаш валерий принялся очертить схемы вот это ось времени настоящая как точка туда прошлое сюда будущее а вокруг еще полно места и это как бы события которые не случались то есть время идет примерно так зигзагами понимаешь я небольшой фанат фантастики но вроде понимаю ну вот а теперь представь машину времени это просто для примера так проще объяснить так вот ты берешь например вон ту картину и летишь с ней в прошлое туда где ее еще не нарисовали и оставляешь там потом летишь назад в будущее то есть настоящее и узнаешь что эта картина откуда она кстати это отец еще до моего рождения купил подробности не знаю короче узнаешь что эту картину в том прошлом кто-то нашел потом продал твоему отцу и вот она у тебя но откуда она вообще взялась говорю же я с фантастика не очень но кажется понимаю к чему ты клонишь с точки зрения того прошлого ты прилетел из будущего а дальше история развивалась так чтобы в нужное время ты взял эту картину принес ее туда и все остальное то есть вся цепочка событий уже была записана в структуру истории самого начала и в своем времени ты никак не смог бы поступить иначе потому что с точки зрения прошлого все это уже произошло только не раньше а в будущем вот так ну допустим вот а план факт соответственно это такое же точно случившееся событие но в будущем относительно уже нас но между нашим временем и тем будущем остается промежуток где ничего не успела произойти то есть оно происходит уже прямо сейчас и пытается пойти такой цепочкой событий чтобы в итоге привести к план факту например если пришелец из такого будущего точно знает что в том промежутке была война она точно произойдет как бы мы не пытались ее предотвратить иначе части истории не сойдутся ну или хотя бы в мире появятся все следы не отличимы от военных разрушений воспоминания сражениях и так далее поэтому единственный вариант это разрушить сам план факт или оторвать его от нашей истории сделать параллельной вселенной и для этого есть специальная служба как пожарная а ты точно уверен что это реально осторожно спросил ким вновь протираю очки ты это видел если да то что именно видел самих план фактов не видел но я позвонил гость беспокойно порыскал глазами будто опасаясь слежки и там тебе все это рассказали но ведь те же пожарные вряд ли бы стали по телефону объяснять что такое огонь я же не дурачок обиженно просыпел валерий и сделал еще один глоток я сказал что кажется в соседнем доме появился план факт то есть назвал адрес но сам не представился на всякий случай село окна так чтоб не было видно с улицы и подождал вот где-то через полчаса туда подъехала машина такой обычный рафик вроде скорой помощи только белый с двумя фиолетовыми полосками а вместо крестов или других значков цифра 05 и надпись соответственно служба по борьбе с план фактами и еще у него из крыши торчали три антенны или что-то похожее странной формы вот я даже сфотографировал хотя тут плохо видно ким подождал пока друг выудит за лежащие рядом сумки пару фотокарточек осторожно взял их и рассмотрел да похоже короче вышли двое с какими-то приборами обошли вокруг дома ничего не нашли и уехали а через час мне под дверь прилетела вот это валерий протянул приятелю еще одну бумажку совершенно обычное на вид уведомления ложном вызове с подписью и печатью я считаю это уже достаточно весомое доказательство воскликнул толстячок со смесью ужаса и комнату хрущевки то и дело пригибаясь чтобы не зацепить люстру головой да уж здесь было над чем поразмыслить как бы безумно не звучали слова валерия в них виднелась ясная логика на самом деле все выглядело вполне реалистично странным здесь было по большому счету лишь что что никто из них раньше не слышал о целой государственной службе не было никаких книг на тему план фактов и прочих путешествий во времени кроме разве что фантастики а ведь судя по словам валерыча его бумажкам все это должно быть заурядной частью жизни давно известной каждому ким риск отглянулся слушай откуда ты вообще узнал про эти план факты и прочее очень просто нехорошо улыбнулся тот потирая руки мы с тобой проходили эту тему еще в школе физика 5 и 6 класса ким сдрогнул и задумался снова начал протирать очки и уронил их на пол поднял тихо крякнув когда там это было лет двадцать назад надо же а я и правда это помню россия на улыбнулся он дрожащими руками пытаясь зацепить очки за ухо из всего класса кажется только картошка по-настоящему умела считать все эти интегралы но мы же не поэтому все забыли да такое ощущение как будто я это и не забывал вовсе просто лежала на краю и раньше незачем было вспоминать вот именно понимаешь именно так и есть в голосе валерия появилась больше уверенности а я уж боялся что я один такой но все-таки как ты это вспомнил даже таких причудливых условиях ким старался рационально все структурировать и объяснить просто решил проверить что такое служба планфактов позвонил и оно само как-то всплыло ну ладно про нее ты как узнал хозяин дома снова сел если туда так легко дозвониться почему мы о ней вспомнили только сейчас это правильный вопрос усмехнулся гость а зачем нам надо было забивать голову такой сложной наукой вот как появится планфакт так сразу и вспомнили бы а до тех пор пусть хранится в закромах памяти и вот смотри он извлек из сумки увесистую книгу и демонстративно выложил ее на середину стола большая советская энциклопедия первое издание тот самый том который ты еще одалживал пару лет назад вот смотри где закладка осторожно взяв книгу ким открыл ее на нужном месте пробежал страницу цепким взглядом и действительно обнаружил там статью о том что такое планфакты как их открыли имена ученых краткий ход работ ссылки на побочные исследования можешь сравнить со своим усмехнулся валерий кивнув на полочку в углу уверен там тоже самое даже полнее твой то более новый именно так хозяин квартиры и поступил после чего вновь взволнованно зашагал уперев руки в бока но самая соль не в этом ты саму закладочку тоже посмотри приятель протянул ему картонку этот машинально поднес ее глаза откуда она у тебя он пристально посмотрел на гостя вот с этого все и началось вновь хмыкнул валерий из хрустом поднялся примерно неделю назад смотрел новости там был сюжет о пожаре взрыв газа ты точно слышал и на одном кадре были показаны все четыре машины пожарка медики и милиция газовики почти ровным рядом но я и подумал а что если есть еще какие-то такие номера которые могли бы там пригодиться вспомнил только справку поэтому сначала решил что других быть не может иначе знал но потом сообразил про газовиков и тоже не везде пишут а тогда возможно действительно есть другие номера но не настолько популярны чтобы они часто говорили начал искать и вот как видишь в руке кима была зажата потертая картонка с десятью отпечатанными номерами спасательных и прочих государственных организаций эту я взял на почте гость покосился на окно обычная памятка кстати она там тоже есть смысле почта 08 доставка писем и посылок на дом через товаросферу просто диктуешь по телефону номер заказа и можешь сразу забирать из ящика стоит 15 копеек но живые существа так не пересылаются конечно посмотри на циклопедии это вообще еще при царе начали изобретать так погоди это слишком быстро такие новости надо сообщить постепенно я разве не постепенно мог бы тебе и сразу весь список номеров показать ну ладно остановившись у стола ким снова принесла задумчиво и сосредоточенно протирать очки выходит у нас тут в ссср есть еще пять служб про которые все прекрасно знают но никто не помнит ничего что с ними связано до того как непосредственно столкнется и тогда все сразу вспоминает кивнул гость только обычно спокойнее как будто все само собой разумеется просто для нас это стало внезапным открытием это как проснуться с первыми лучами солнца или от пинка сержанта вроде результат один и тот же но есть нюанс как я понимаю для этого есть специальная контора прищурился хозяин квартиры вновь поднеся картонку к лицу до номер два нуля камнем коммунальная мимология помощь с памятью образа мысли и прочим помнишь еще в первом классе каждый понедельник показывали такие фильмы после них еще несколько дней хочется говорить как в книжке но как я сейчас и как ты чтоб забыть и вспомнить без проблем позвоните в городской мем в точку усмехнулся валерий и залпом допил остатки уже подостывшего чая что ж это многое объясняет остальные номера тогда чьи их же не вспомнить без напоминаний так про 5 и 7 я уже говорил вот по 06 у нас отлов мифери что еще за мифери это призраки просто ответил гость пожав плечами и показал на что-то справа от окна вон видишь у тебя тоже отпугиватель стоит проследив за его взглядом ким действительно увидел небольшую пластмассовую коробочку с парой переключателей небольшим простым экраном надо же как легко оказывается не замечать даже такие важные бытовые приборы пока они исправно работают у себя в уголке но их номер последнее время редко используют продолжил валерий все тем же спокойным почти равнодушным тоном в городах сейчас осталось совсем мало таких зверей остальные сам понимаешь заглядывают и того реже кстати говоря чего это ты так быстро успокоился подозрительно сошлил саким внимательно разглядывая друга да просто первый шок наконец закончился ничего такого ты точно уверен но я тоже сначала боялся что какой-нибудь кгб не оставит человека с такими знаниями без присмотра но потом подумал а собственно почему всему этому открыто учат школах машины планфактовиков свободно ездят по городу и мне даже в камеме не стерли память ну звучит логично с сомнением проговорил хозяин квартиры ладно остальные две службы чем занимаются в почему 2 развеселился гость вновь закопавшись в сумку я же сказал чтобы звонил все номера какие нашел с этими словами он вручил киму лист сложенных четверо и сплошь покрытый числами с подписями от двух нулей до 99 включительно тот взял бумагу так словно это гремучая змея и бегло пробежался по неровным строчкам ты решил меня свести с ума не иначе это точно не какая-то дурацкая шутка можешь позвонить и уточнить все сам даже съездить в ближайшее отделение телефонистки все это помнят постоянно вот это что такое ловцы тополиного пуха это какая-то метафора нет почему обычный пух мы все каждое лето от него страдаем его собирает специальная служба не слишком ли много чести но видимо не слишком если его целые тучи даже после того как почти все успевают собрать хотя в подробностей я не вдавался конечно и служба контроля за расцветкой жуков серьезно валерий лишь пожал плечами что такое кило с и он просто кило с без всего я сам не разобрался ты уж извини программа по отслеживанию лодного иго и его замены автоматикой как это хреновина вообще читается а теперь ты успокойся и не спеши ким глубоко вдохнул тяжело выдохнул положил лист на стол лицевой стороной вниз и плюхнулся в кресло короче говоря есть еще 95 разных сфер жизни о которых мы ничего не помним в повседневной жизни наконец произнес он через добрых 10 минут как минимум некоторые из них такие же большие разносторонние как медицины или криминал и каждый занимается собственная аварийная государственная служба а еще нас этому учат школах но заставляют забывать и мы используем некоторые приборы и так я ничего не упустил не забывай что я начал все это изучать только неделю назад а номеров тут сам видишь сколько гость подтянулись к себе и перечитал и на каждый двузначный номер есть своя не тайная организация интересно как нам удается не замечать такую огромную инфраструктуру но вот шерлок холмс говорил что мы даже не помним сколько ступенек у лестницы по которой ходим каждый день туда и обратно хозяин квартиры неопределенно махнул рукой кстати я еще что подумал добавил валерий убирая лист сумку к остальным доказательствам чудес в некоторых городах часть этих служб могли упразднить по разным причинам а их номера отдали справки адресов и так далее да вполне может быть так в голове кима вертелись какие-то другие мысли интересно они специально подгоняли число организации количество номеров или просто так совпало а хрен его знает хотя вон справка времени у нас на 100 ей двузначных уже не хватило и теперь понятно почему есть куча более важных вот черт а в некоторых городах на 060 или как-то так вот черт и они оба синхронно посмотрели настоящий неподалеку телефон самый обычный пластиковый ящичек один в ужасе другой с интересом всем спасибо за прослушивание такая вот опять же необычная история конечно она не то чтобы прям очень страшная но если задуматься то становится весьма жуткая спасибо автору истории спасибо еще раз всем кто слушал историю обязательно подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки или дизлайки приходите на стримы с вами был канал зов извне всего вам хорошего и помните что обязательно еще увидимся